Что мотивирует тебя в твоей жизни? В моей жизни меня мотивирует, если говорить о моей работе, театральной и киноработе, меня мотивирует хороший материал, о чем будем снимать, и очень профессиональный, хороший режиссер, у кого есть такие качества, которые для всех актеров во всем мире мотивируют эти качества. Это режиссер, который свободный в своей фантазии, который может импровизировать вместе с тобой во время работы, и принимать какие-то твои версии во время работы, и он должен быть добрым, улыбчивым и не напрягать меня во время работы. Вот это мотивация очень сильная во время работы для меня. Но исходя от того, что первая мотивация, если о работе мы будем говорить, это материал, который мы будем или снимать, или ставить в театр. А что мотивирует тебя в твоей личной жизни? Что мотивирует вас в вашей личной жизни? Моей личной жизни, мотивация у меня так сложилась, что моя личная, ну моя жизнь, не личная только, но моя жизнь и профессия так вместе связаны, как-то. Что я иногда забываю, вот как это, когда я работаю, когда у меня своя простая жизнь. Потому что моя работа очень много времени вносит, очень много таких творческих и жизненных сил. Но иногда бывают вот моменты, когда я не работаю, это у всех так. И у актеров нет стабильной работы. Иногда мы просто его не делаем ничего. И вот бывали моменты, когда я более молодым был, что если не работал, мне было очень плохо, и я как-то терзал себя, что я почему не работаю. Но это жизнь. Иногда бывает работа, иногда не бывает. Работа – это как погода. И я понял, что если все мои нервы уйдут на то, чтобы я вот плакал и нервничал о том, что у меня нет сейчас работы и что я буду делать, и я потом какую-то технику для себя нашел, что жизнь не только работа в театре и кино, жизнь в театре и кино – это может быть театр, это спектакль или репетиция, где-то три часа длится. И спектакль – три часа, максимум два часа, минимум, может быть, и час. А остальное – это простая жизнь. 23 часа в сутки, если это математические какие-то, перевести в код, не знаю, столько более в жизни получается, чем работа в театре и кино. И я как-то для себя нахожу интересные вещи. я вот снимаю фотографии, я один раз уже сказал, вот сейчас у меня экзиппишен, я хочу сделать мои фотографии. Пять лет уже вот интенсивно мне подарили маленькую вот эту камеру, я обожаю это. Это Canon G15 – это полупрофессиональная камера. Ну, для меня это совсем очень, как это сказать, хватает для моего этого креатива и для моей медитации в фотографиях. Я очень много читаю иногда, иногда было моменты, когда не могу просто читать и не могу сосредоточиться. и смотрю много фильмов, очень контачиваю с друзьями, и это тоже очень сильная мотивация. Бывают моменты, когда не хочу ни с кем контачить, и просто закрываюсь дома, и вот список какой-то составляю для себя и классических фильмов, и новых фильмов, которые я не смотрел, и для себя, и с моими очень близкими друзьями устраиваю как будто вот эти, как его, смотрение этих фильмов, или спектакля, или документы. Сейчас я очень впал в документалистику, в хорошем смысле этого слова. Очень много документальных фильмов снимают сейчас, интересных. Я смотрю этим очень много документальных фильмов. И вот это мотивация. Я очень люблю, если, по правде сказать, самое такое прекрасное состояние путешествия. Если бывают возможности финансовые, и вот время бывает, и у меня есть какая-то ситуация, что я могу просто вот сесть на машину и сразу уехать в Батуми, например, или в другой грузинский город. А не считая вот гастроли. Гастроли – это другое, это рабочее состояние. Просто вот как турист, просто как человек, которого никто не знает, и сразу сесть на самолет и уехать в Катманду. Вот, например, с моими друзьями мы так и сделали вот эту фотографию. Там я снял. Я люблю очень эту фотографию. Там покой какой-то, который выдает эту фотографию для меня. И вот это и есть моя мотивация. Очень мотивирован, когда уезжаю в бездельниче в другие страны. Потому что там я для себя как-то… нахожу такие интересные вещи, которые, ну, никогда, может быть, и не видел. И нахожу вещи, которые очень схожи с моей натурой, с натурой моей национальности, с грузинами. Есть какие-то вещи, которые очень не схожи с грузинами. И потому мир интересен, когда ты вот путешествуешь, что смотришь на людей, на традиции какие-то, которые в других странах. И тебе это большое тепло какое-то дает, что вот вы пришли ко мне, сейчас принесли мед, да? Это же традиция какая-то, приходить к человеку, чтобы ничего не принести. Когда у всех есть традиция, что что-то надо принести. Это тоже вот очень такая теплая вещь. Вот такие маленькие вещи тоже очень мотивируют меня. А мотивация очень много раз говорил. Если понятно, о чем я скажу, то это понятно, да? Конечно, понятно, конечно. Скажи мне, как ты чувствовал, когда твой ролик и фильм «Матарина Би» получил так огромный успех в мире? Ну, я почувствовал, это же не сразу произошло, что вот, например, «Оскар», мы на «Оскар» представили фильмы. Это «Stay by Stay» происходило. Мы, когда начали работать над этим фильмом, вот еще о мотивации. Это мотивировало. Меня мотивировало то, что был очень хороший режиссер сначала. То, что там было написано в сценарии, очень интересное было для меня. И когда я начинаю работать, я всеми моими мыслями, моим целом впадаю в работу. И никогда не думаю, вот какой будет успех или что-то в этом роде, потому что, думая об этом, ты блокируешь себя. Потому что успех приносит то, что ты всю свою целую ум отдаешь работе. Может быть это и может быть 50-50, может быть и более. Принесет тебе это успех или нет? Я все время готов к тому, что очень много может быть работа над чем-то, и это никакого успеха не принесет. Это логика театра и кино и вообще творческого человека. Это данность, которая никакой человек не убежит. Это во всех делах так и бывает. А это нельзя из этого трагедию делать. Мы просто собрались, хорошая компания очень. Мы в регионе Гури это снимали, очень в моно-ситуации, когда хорошие актеры собрались. Там художник наш, девушка художник, которая сделала очень хороший дом, построила эстонский настоящий дом, где все вещи были очень настоящие. Мы зашли в этот дом и 20, может быть 25-30 дней. Тей-офф, которые у нас были вместе, проводились с эстонской командой. Это была грузинско-эстонская группа. И мы развлекались вместе все. И как-то все в работе как-то впали, когда ты в море очень глубоко как-то входишь. И вот это, наверное, потому и получился фильм, что мы с душой и сердцем все это делали. И никто не был закрыт, считая, само собой, режиссера, если какой-то актер, я или другой актер, версию свою какую-то выдавал. И там была какая-то change. Восьмерка. Актер, режиссер, оператор, мы все как-то одно дело делали очень с большим энтузиазмом. Вот это самая главная мотивация, когда ты делаешь дело. И потом, когда мы сняли этот фильм, мы показали в Грузии. Очень многим людям понравилось. Первый пример этих фильмов в грузинских кинотеатрах было. И уже мы поняли, что составился фильм. И люди навалом шли на этот фильм. Велезий город, где более чем реклама работает. Вот реклама передавать, что это хорошо, это хорошо, иди смотри, посмотри. И потом уже режиссер начал этот фильм, эти вместе с нами приглашали этот фильм на какие-то фестивали очень известные, малоизвестные, международные какие-то фестивали, кинофестивали. И фильм где-то 24-25 международных призов получили. И за режиссуру, и за сам фильм, гран-при. Это какие-то, как на лестнице поднимаешься, мы 25, и когда мы смеялись. И все равно, когда он вложил на фейсбук, что фильм еще один приз получил на каком-то известном фестивале, еще один приз, еще один, еще один. И нам уже как-то стыдно становилось, что это и прекрасно, что фильм получал столько призы, и, может быть, мы думаем это как-то некорректно, что вот наш фильм получил. Но это реально так было. И потом грузинское правительство, это так бывает, создают какое-то из жюри, которые из грузинских фильмов и все страны выбирают, что послать на «Оскар» и на «Глобус». И потом там отсеивание этих фильмов происходит, и потому что сто, не знаю, может быть, пятьдесят стран все как-то посылают свои такие хитовые фильмы. И потом там какой-то жюри в «Оскаре» сидит, на «Голден Глобусе» сидит и отсеивают фильмы другие. И как-то это сразу произошло. Главное, что и потом я узнал, что фильм номинировали на «Голден Глобус», на «Золотой Глобус». И для меня это вот, я сам не смог просто понять, в чем дело. Потому что я очень обрадовался, но вот то, что я обрадовался, и моя радость, и то, что «Глобус» для нас, я же в советское время родился. А вот как-то это все очень далеко было, когда в советское время «Железные занавесы», «Оскары», «Глобусы», это из мира фантастики было. А вдруг это фантастика, из мира фантастики какая-то ситуация, само название «Оскары», «Золотой Глобус», «Мой дом», «Мою душу», «Продукцию» сразу зашло. Что я смеяться начал, я просто не смог себе этого представить. Вот и так и бывает, наверное, все хорошее происходит, вот что мотивация. Ты, если свое дело с душой очень делаешь, и есть люди, которые единомышленники, самое главное, которые вместе с тобой все с любовью и очень большим энтузиазмом и выдачей энергии делают что-то, вот существует шанс, что фильм, вот как в физике «Квантум», если куда-то улетит, 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 пройдут какие-то вот эти маленькие, эти вот, эти фестивали какие-то, и «Бунзи» попадет куда-то на другой планете, на другом континенте, уже во Соединенных Штатах, сразу на «Оскар». Вот я просто обрадовался очень и понял, что был очень большой спад у грузинского кино в 90-е годы, и не было кино, и сейчас очень мало, мало кино. Грузинскому кино дает просто 1 миллион лари, всему грузинскому кино, правительство выдает 1 миллион лари, представь себе. Это как будто капля в море, это ничего, ничего вообще, для кино ничего это не значит. Но вот исходя из этой ситуации, мы сумели сделать такую продукцию, которая вот вышла и попала в 5 фильмах, номинированных на «Оскар». Вот это так и произошло. Мы большое усилие во все это положили, вообще не думали об «Оскаре», но «Оскар» сам пришел к нам. Это как если мгар не идет, то мгар не идет, то мгар не идет, то мгар не идет, то мгар не идет. Это вот так и произошло, если не шутку сделать. Мне нужно сказать, что этот фильм «Мандариневий» в моем мнении, это, в моем мнении, одно из лучших фильмов, которые я никогда не видел в жизни. Особенно потому, что это касается ценностей. Вот это первое, то что я обещаю что-то человеку, чтобы исполнить, это первое. Слово. Слово. Сострадание. Что сострадание, это значит, ну как сказать, сострадание. Когда сострадание, ты знаешь, как… Sympathy to people. Sympathy to people. Sympathy to people. Ну, Sympathy, может быть, это симпатия. Это не симпатия, это сострадание. Сострадание, да. Вот, когда я могу рефлексировать, когда войти в шкуру другого человека, если у него болит, в душе что-то или физически болит, я могу в его шкуру войти и всем моим сердцем помочь хочу этому человеку. Это самое главное для меня и в жизни, и на улице, и ежем. Вообще-то, я когда вижу человека, что трудно вот этому человеку, я хочу, чтобы помочь словами и физически я могу и душу отдать для этого человека. Не имеет значения, этот человек очень близкий для меня или не очень близкий для меня. Потому что вот это качество, которое для меня сейчас во всем мире как-то теряется. вот это качество. Как-то бывает, я сам видел вот это бездушие, когда вот что-то очень большая беда у человека. Может быть на улице, может быть так, и все как-то отворачиваются от него. И не хотят понять боль этого человека. Вот это тоже мой кредо. Как-то помогать людям и жить не только эгоистически своими какими-то желаниями, а может быть свое желание перенести куда-то далеке и принять этого человека и помочь ему. Это не просто громкие слова от меня, которые исходят, я просто так живу. Иногда получается, иногда не получается. Иногда какой-то эгоизм берет и компромисс какой-то бывает в жизни. Но вот я все время стараюсь, в принципе, этого принципа как-то все время держаться за этот принцип. И еще третье, в принципе, я сам склонен иногда к меланхолии, к очень депрессивному состоянию. Но я понял, что доброта и улыбка – это самое главное лекарство для человека. Потому что когда утром встаешь, я когда был более молодым, это просто звучит для меня как слова, что вот то, что выходит солнце, то, что шелестят листья, то, что собака лает – это какая-то большая радость для человека. Бывают такие высказывания. Это как-то я принимал головой, мыслями. Но как-то и чувствовал, и не чувствовал. А очень сейчас я ста процентов знаю, что каждый день это подарок для человека. И не надо ждать чего-то великого после, после, после завтра. Каждый день надо какое-то добро делать, которое можно осознать и потрогать каждый день. Да. Это есть и существует. И потом жизнь становится каким-то очень и веселым, и хорошим. Потому что то, что вы сейчас ко мне пришли – это же какой-то сюрприз, подарок от Бога. Что вот два человека решили, что хотят услышать мои мысли какие-то, которые вот о чем, о жизни, что я думаю, о том, о сём. Да. А вот это подарок для меня. Я уже счастлив. Потому что вот такими маленькими, большими, в смысле, какими-то фактами надо как-то радоваться этому и принимать это, и жить вот такими, какими-то маленькими очень радостями. Да. Потому что эти маленькие радости потом превращаются в большие радости. А если негативно на всё смотреть, и вот не принимать, не осознавать, что вот произошло сегодня, вчера какие-то маленькие хорошие вещи в твоей жизни, то у тебя всё как-то вот вниз идёт. Это и, может быть, на подсознательном уровне тоже так и работает. I see. You have played so many movie and theater roles. I would like to ask you, what kind of life role is the most important in your life for you? Значит, вот все, у каждого актёра бывают роли, которые, ну, это профессия. Это ты никогда не знаешь, во что попадёшь. Вот как в ситуации на Оскар, да? И в какую группу попадёшь. Может быть, ты решишь, что это очень интересно то, что будем сейчас делать. И потом какая-то ячейка сдастся, и ты поймёшь, что всё не так идёт, как должно было идти. А вот если появляется какая-то интересная группа, интересные материалы в театре, в кино, и это кончается, и ты выходишь из этой ситуации, финиш, да? И открываешь потом другие какие-то двери. И ты зашёл в эти двери, я говорю, условно, в театре, в спектакле, в кино, и вышел оттуда духовно богатым, и понял более какие-то вещи, которые не понимал. И автор, и спектакль дал тебе вот эту возможность задуматься о главном ещё более серьёзно, то, что главное в жизни, что существует плохое и хорошее. Вот это для меня состоявшиеся материалы. Об этом, да, было? Нет, вопрос был о жизненной роли. Вот как отца, как сына, как мужа, не знаю, вот с людьми. В жизни мы с людьми тоже имеем свои роли. Не в плане, что мы как в театре, но просто у нас свои обязанности. Я сам думаю, что я не очень-то такой хороший, как я... Успешный? Успешный семьянин, ну, как-то так сложилось. Моя роль семьянина не так сложилась. Но я как-то с теми людьми, которыми я жил. У меня два мальчика. Я с ними сейчас не живу физически, но я каждый день, в принципе, стараюсь не роль играть, а просто вот... Моя душа мне не позволяет мимо. Есть люди, которые в проблемах сыновей тех людей, с которыми он жил, мимо эти проблемы проходят. Для меня это не так. Я стараюсь вот эти проблемы... И не стараюсь, это импульсивно происходит. Все проблемы, которые у моих сыновей, у моих друзей, с кем я жил, и... Я очень близко к себе принимаю. И вот исходя из того момента, что я стараюсь помочь этим людям, я максимально то, что я могу сделать и в финансовом плане, и в духовном, и в физическом плане, я максимально стараюсь все это выдать и эту роль, которую вы так назвали, исполнить на стол. Я стараюсь. Получается, не получается, это уже другой вопрос. Но мой импульс более толкает меня к солидарности к тем людям, с кем я жил, с кем у меня были какие-то отношения, не считая уже сыновета, уже моей крови, без них я не представляю мою жизнь. Они и советуются. Вот, например, мой большой сыновей 23 вчера кончил снимать какой-то клип, для него очень важный, и я... У них три съемочных дня было, а я как водитель, как какой-то... вот как сейчас вы друг другу помогаете. Вот в смысле техническом я помогал ему, все изноидейно. Я... у меня нету какого-то амбиции, что я могу... нет такой амбиции, что я должен быть каким-то вот таким... вот я... я большой, сейчас... а тебе 23... я... нет, я... то, что я могу подарить человеку, я могу ему целостью подарить. И это считается моих очень близких людей и неблизких людей. Потому что вот есть люди, я слышал от других людей, которые... вот, например, актеры. И у актеров вот это как-то бывает болезнь переходит, звездная какая-то болезнь. Есть такая, что вот добраться до этого человека, они играют. Это очень как-то, например, трудно бывает. Вот, например, может быть, вы подумали, что добраться до меня очень трудно, потому что вот ему позвонишь сейчас. Может быть, у меня никакого дела не было бы, а я начал бы играть, что вот, знаете, я очень занят, сейчас я это не могу, я завтра... позвонил бы послезавтра, может быть, и замучил бы вас просто. Потому что создать какой-то, вот, видимо, что я вот такой, какой-то странный или что... Я очень, в хорошем смысле, очень легкий человек и очень сложный в жизни, но то, что добраться до меня очень легко, это вы сами понимаете, да? И не надо играть, вот я всем говорю, звезду какого-то, который... А вообще-то звезда это не грузинская какая-то, не грузинская... Я понимаю, да. Не феномен грузинский, да? Потому что вот в Грузии вот так делают все дела, что вот ты этого человека знаешь, да, знаю, можешь ты позвонить ему, да, 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 и как-то доберешься сразу, очень сразу к человеку. А я думаю, что это очень позитивная вещь и очень хорошая вещь. Это говорит еще о том, что вот мы еще не отчуждены друг от друга в этом городе. И немножко я сейчас как-то чувствую, что появляются какие-то вот типажи, которые я видел в каких-то фильмах, и на Западе есть так много людей, которые уже от себя какого-то недотрогу какого-то вот кубики человека делают, что до него добраться очень трудно, как будто он в туалет никогда не ходит. Это очень смешно, бывают такие люди. А я не такой человек и не представляю, как можно такими быть просто.